Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Это не всем доступно. Здравствуйте. 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 Я, знаете, я хотела бы так философски начать. Вот сейчас идёт эпоха, когда вся молодёжь хочет быть блогерами, да, до этого все хотели быть диджеями. А когда я росла, вот в определённые годы, все хотели быть фотографами. То есть люди смотрели на фотографии, на работу знаменитых фотографов и думали, я тоже так хочу выразить мысли, выразить целый пласт какой-то истории. Но не у всех получалось. Поймать мгновение. Да, это вот, это действительно талант, с которым нужно родиться с этим видением, или его можно развивать? Фотокружки. Ой, вот насчёт фотокружков я ничего не знаю. Мне кажется, это всё-таки не то чтобы врождённое, а самое главное, должен быть к этому просто интерес. Если есть интерес, вы говорите, хотели стать фотографами. Теперь все стали фотографами. Я нет. Все зашли на вашу поляну. Совершенно верно. И это здорово. Я думаю, что всё равно, если говорить серьёзно, конечно, телефон — это совершенно не то. То есть это нужно знать, перспективу, построение кадра, свет. Вот вы сейчас, когда общаетесь с молодыми специалистами, с начинающими фотографами, какую тенденцию вы видите? Люди готовы над собой работать или сойдёт и так? Я думаю, что готовы, конечно. Потому что, тем более сейчас, это очень удобно учиться, ведь куча всяких видеоинструкций. И если ты хочешь в каком-то направлении начать работать, можно просто залезть в интернет и узнать очень многое. Не выходя из дома даже. Кроме того, что если есть желание. Если его нет, ну тут уже никакие видеоуроки не помогут. Ну и сегодня мы здесь собрались не просто так, хотя, в принципе, могли бы и просто так. Беседа обещает быть приятной. Есть у нас повод. Друзья, значит, есть повод сходить на хорошее мероприятие. И 14 февраля открывается выставка «Игорь Верещагин. Необъективная реальность». Всё это будет в Мультимедиа-арт-музее «Остоженко-16», если я ничего не путаю. Приходите и смотрите на фотоработы Игоря. Игорь нам расскажет, что же там будет на этот раз. Ой, ну в основном я думаю, что это будут фотографии из этой вот книжки, которая совершенно недавно вышла. Но конкретно какие фотографии будут, я, честно говоря, не знаю. Потому что всё-таки организовывал это Мультимедиа-арт-музей. Да, и я представляю... А вы дали ему 500 фотографий? Да, это боди-вок, как говорится. Просто я отдал, а уже отбирали и развешивали и всё такое. Это они, конечно, потому что, ну, каждый должен заниматься своим делом. А не бывает у вас такое, что вот выбрали, ну, не совсем те фотографии. Вы думаете, как же они не взяли эти, они же были гениальны. Так всегда. Но вы всё равно как-то говорите, ну, хорошо, да, как раз так. Конечно, конечно. А то просто, знаете, ну, не будем показывать пальцем, иногда некоторые музыканты приходят, и там во время эфира, ну, не помещаются длинные песни, где-нибудь соло возьмёшь, отрежешь, они говорят, ну, а и песни резать нельзя, и всё. Нет, это правильно. И фотографии тоже резать нельзя. Но вот отбор — это дело уже организаторов выставки. Игорь, фотографии за какой период на выставке мы увидим? Какой тематики, может быть, там? Я думаю, что, может быть, даже с 1957 года. То есть с того года, когда вы как раз начали профессионально заниматься? Я начал, но там, по-моему, должны быть две фотографии, если как в книжке моего отца. Он короткий период, где-то с 1955 по 1958 год, очень увлекался фотографией. А потом как-то это всё ушло. Но вот те моменты, когда он занимался, я вот сейчас... Он был очень аккуратным человеком, и все негативы разложены по конвертам и подписаны. Поэтому мне вот очень удобно сейчас. Я вообще завидую его терпению. У вас в этом плане как раз было не так всё скрупулёзно. Ну да, конечно. Но вот и дальше фотографии начинаются с 70-х годов. И очень много семейных фотографий. Вот. И меня это всегда как-то заставляет посоветовать людям снимать больше свою семью. Друзья, что ещё нам посоветует Игорь Верещагин, узнаете, если останетесь в компании Страна ФМ. Скоро вернёте. Вернёмся. Лучшее в стране. Друзья, Игорь Верещагин на телерадиоканале Страна ФМ. Всем замечательный фотограф, и мы вас приглашаем на выставку, которая случится в День Всех Влюблённых. Так что можно пойти парой, посмотреть на красивые фотографии. Мы ещё раньше вас приглашаем в наш эфир. 8-909-928-1-89-9, а также vk.com. Слэш Страна ФМ. Сам вверху прикреплён пост. Если у вас есть какие-то вопросы или восторги просто, да, может, вы вспомните какой-то момент, который связан у вас с фотографиями Игоря Верещагина, может быть, в газете, в журнале, где бы вы их не встречали, напишите нам об этом. Я думаю, что Игорю будет очень приятно. Мы уже затронули такую тему семьи, да, что вам было около 5 лет, когда ваш отец увлекался фотографией. Но вообще не только отец ведь увлекался, это у вас семейное такое увлечение. Да, у меня дядя очень много фотографировал. И мы с братом, с моим двоюродным, учились в одном классе всё время. И, ну, в школе тоже много фотографировали. У нас осталось очень много воспоминаний вот этих школьных, которые совершенно сейчас смотрятся нереально. На какие фотоаппараты тогда снимали? Какая плёнка была? Ну, фотоаппараты это в основном ФЭД и Зоркий. Свемовская плёнка была какая тогда? Да, Свема, фото 65, это фото 130. Вот такие вот, в общем-то, большого разнообразия не было. Но в начале 70-х годов появились немецкие слайды Орво Хром. И вот все, что фотографии 70-х годов цветные, это, конечно, со слайдов. Орво было круто, да. Да, очень круто, но продавалось в наших магазинах как бы и вполне доступно. Но я правильно понимаю, что поначалу это было бы как будто немножко хобби? То есть вот если сейчас человек ловит себя на мысли, что у него гениально получается, есть там запросы на фотосессии, и он может этим зарабатывать, он уже не будет получать ни высшее образование, ничего, он просто пойдёт, будет мастер-классы вести и так далее, и тому подобное. А тогда так было нельзя. То есть нельзя было сказать, мама, я собираюсь быть фотографом и уйти гулять в поле. Да, да, конечно. И я даже и мыслить не мыслил. Я пошёл учиться на радиотехнике, закончил институт и всё. Ну, как бы профессии фотограф я что-то с трудом представлял. Тем более, ну, в столице, наверное, да, тут был факультет журналистики, то всё. А я жил в Сибири, там, собственно, как-то это было в виде хобби только. Но, тем не менее, когда у мужчины в руках фотоаппарат, это обеспечивает ему успех у женщин. Заметели вы такое? Надеюсь, да, конечно, есть в этом что-то. Ну, я просто хотела, думаю, может, вы поделитесь какой-то тайной историей, как, например, вот идёте в парке, видите, там девушка красивая, и прям подходите к ней и говорят, девушка, ваше лицо, вот я вижу геометрию, давайте я вас сфотографирую. Нет, практически, нет, я с теми, кого фотографирую, практически так не контактирую. Всё-таки я увлекаюсь такой стрит-фотографией, это когда ты незаметен во время съёмки. Поэтому, может быть, я потом как-нибудь бы разговорился, то есть, но вот в момент самой съёмки я бы не хотел, чтобы на меня обратили внимание или как-то увидели. Ну, там же два пути, вы или вам дарят фотографию, или вы воруете, как-то так-то называется. Да, 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 но в основном я ворую. Ну, ведь не только стрит-фотографии, ещё портреты знаменитые. Ну, да, но портрет, конечно, это вот как раз другое, это человек я должен знать, и человек должен доверять мне. И вообще, секрет хорошего портрета, это, конечно, в личных отношениях таких. Вот мой кумир, это вот знаменитый фотограф Джим Маршалл, музыкальный фотограф, он выпустил в своё время книжку, которая так и называется «Trust», «Доверие». Он говорит, что без доверия, без бумажки «All Access», когда я могу к музыкантам прийти в любое время и всё, для меня нет другой съёмки. И когда это перестало действовать, когда стали вот очень много security там отделять, и он говорит, для меня вот это иссяк интерес вот в такой фотографии. А телеобъектив покупать не хочется? Нет, телеобъектив на концерте это другое. Тем более сейчас, мне кажется, вот концертная фотография, она всё больше и больше нивелируется, потому что всё это показывается по телевидению, да, можно купить диск вживую. Больше интерес всё-таки к бэкстейдж, к жизни за кулисами, которые зритель не видит. Слушайте, а так интересно, да, вот мы сравниваем фотографии всегда с живописью, и мы сравниваем фотографии вот с видеохрониками, да, то есть с видеоформатом. Но тем не менее, это же совершенно обиняком от всего стоит, она отдельная отрасль, потому что живопись нужно стоять в одной позе, там, я не знаю, позировать видео, оно тоже может в какой-то момент не уловить вот эту чуть заметную морщину, да, которая несёт в себе эмоции. Божественную искорку, которая именно в эту секунду в глазах. Но вы знаете, вот сейчас появляются всякие новые технологии, типа вот в айфоне есть Live Picture, да, это очень короткий промежуточек снимается, и эту фотографию можешь смотреть, как там колыхнулись волосы, или там немножечко повернулась голова, очень интересно. А вы сделаете фото с гаджетов? Да, конечно. То есть не только ваша легендарная лейка помогает в работе, но и вот... Это вот недавно я, кстати, сфотографировал просто девушку или женщину, не знаю, в метро, и у меня просто куча лайков, потому что получилось очень интересно. Ну, фотоаппарат всегда... Игорь, а сейчас вот все молодые люди, зрители страны ФМ, прильнули к экранам, расскажите, как сделать такой кадр, чтобы было много лайков. Вы-то уж знаете. Да. Ну, самый простой способ — это сфотографировать какую-нибудь знаменитость. Ну, если Гарик Сукачев мимо не проходит, что делать нам? Ну, это... Нужно быть готовым всегда, чтобы у тебя вот... Вот телефон, между прочим, это не такой универсальный прибор, как вот, например, моя лейка, да? Этот аппарат, я... Он у меня всегда готов для съемки. Сколько он уже с вами лет? Этот... Этот... Ну, я не знаю, лет шесть, наверное. Он всегда готов, и я могу в любой момент, причем, настроить его, не глядя совершенно в камеру, да, расстояние. Примерно представляю угол, с которого... Под которым будет все это видно. Причем... Я могу щелкнуть, и... Так телефоном не получится. Нужно его включить, там, навести. Все равно это дольше, чем... Ой, пардон. Чем... Такое... Ну, эта камера, она как-то отличается от привычных цифровых камер? Вот это же необычное, да? Это сильно отличается. Во-первых, она не умеет фотографировать цвет совершенно, она только черно-белая. Причем она цифровая. Цифровая. Но фотографирует монохром. Да. И она, конечно, задает рамки определенные. Туда нельзя телеобъектив большой поставить. То есть это вот съемка где-то... То есть она как глаз примерно, да? Примерно. Что вижу, то фотографирую. Да, да, да. Только черно-белый. Да. Друзья, мы скоро продолжим. Игорь Верещагин в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Будьте поблизости. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, известный фотограф Игорь Верещагин в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы рассказываем вам о том, что скоро будет необъективная реальность Игорь Верещагин. И мы рассказываем, что 14 февраля можно это все увидеть в мультимедиа-арт-музее на Остоженке 16. Ну и, кроме того, у нас сейчас есть возможность посмотреть слайд-шоу фотографий. Давайте посмотрим, что это будет. И Игорь прокомментирует. Так. Кто это у нас? Это «Роллинг Стоунс». Это семейный портрет 76-го года. Это еще раньше, 75-й. В зеркале автопортрет, да? Да, да. Это тоже моя супруга. Практически все семейные идут. Это студенческая такая зарисовочка в Томске. Думал, альбом какой-то здесь. Вот, селфи. Это селфи, да. Это селфи. Это тоже домашний такой снимочек. «Роллинг Стоунс» слушаете, что... Да, часто. Это моя учительница по математике. Пионерлагерь? Нет, это какой-то городской концерт ждут. О, как хорошо. Что это? Это весна. Это мой товарищ просто... Как приземляться, интересно? На лед. На лед. Это? Это мой товарищ по учебе в Томске. Друзья, курение вредит вашему здоровью. Помните о том... Да, это не модно. Да, и вот тут тоже курит Саша. Это мой друг. Они потом все бросили курить, честно. Опять семья. Красиво. Весенний день. Вот теперь. Это вот первые шаги моей дочери. Как зовут ее? Ее зовут Ира. Большой привет Ире. Хорошо. Это тоже вот моя первая машина. Ира слушает музыку. Такое солнечное фото. А это, знаете, это в Берлине я сфотографировал в 76-м году. Это тоже моя супруга. Это где? Это в Братске зимний день. Вот видите, там Ильич выглядывает. Откуда только Ильич тогда не выглядывал? Первый день в новой квартире. Настроение передается. Тихосмотр, талончик, все. Это тоже студенческие времена. Похож на Джона Ленуна. Очень. Не ругал ли кто-нибудь вас за вот эти длинные волосы в то время? Меня, ну, как сказать, в школе меня не допускали до экзаменов некоторое время. Я уже тогда был длинноволосым. Так, а еще с фотоаппаратом. Ух, хорошо. Это что? Это Петр Мамонов. А мы его в таком ракурсе и не узнали. В случае евро, действительно. Это электричка. 76-й тоже год или 75-й примерно. Фотографии эти можно увидеть в книге, которые сейчас у нас на... Ну, большинство, да. Большинство. А книгу, между прочим, мы не просто так показываем. Книгу можно приобрести. Рассказывайте, Игорь. Да, вот когда будет выставка? С 14 февраля. Я думаю, что уже в каждом книжном магазине можно будет ее приобрести, как и через интернет-магазин «Озон», где у меня сейчас продается предыдущая книжка «Given and Stolen». Я думаю, что это будет так же. Автограф-сессия будет. Это как раз подаренная и украденная книжка. Автограф-сессия. Ну, наверное, во время открытия выставки, я думаю. Вы напишите в Инстаграм, что будет автограф-сессия, место, время. Да. Все, спасибо. Здесь же не только фотографии, здесь же стихотворения. Вот об этом еще расскажите. Это сотрудничество с живыми поэтами. Очень интересные ребята. Причем, каждый сделал по стиху. Их очень много здесь, этих стихотворений. Всем, кто увлекается современной поэзией, нужно обязательно. Потому что, это удивительно, эти молодые поэты выпускают книги, которые продаются десяткам тысяч экземпляров. Вы представляете, в нынешнее время поэзию продавать такими тиражами. А какие именно, какие авторы? Ой, ну посмотрите, там очень много. И практически никого вы так не знаете на слуху, ну, может быть, кроме умки. А так, но читать нужно обязательно. Я хотела еще про современное все поговорить. Вот мы посмотрели слайд-шоу, и там у вас было селфи, имени вас. А как вы относитесь вообще к вот этим бесконечным, постоянным себяшкам? Вы же как человек, который сидящий в Инстаграме, ну, там лайки собираете. Вас коробят себяшки или нет? Нет, абсолютно. Нет, меня вообще фотографии никакие не коробят. Чем их больше, тем, мне кажется, это здорово. И я сам люблю селфи делать регулярно, этим занимаюсь. Ну, не знаю, появилась такая возможность, почему бы ей не воспользоваться? Потому что эти мгновения жизни, они не повторяются никогда. Поэтому я за. Фото-документалист, получается, в большой степени. И вы знаете, удивительно, что самая элементарная фотография, которую вы не придали значения, когда вы сделали, через 20 лет вы будете на нее с удивлением смотреть, обнаруживать такие глубины, которых и даже не предполагали. Я вот еще, знаете, о чем думаю? Я сейчас понимаю, что все немножко синхронизировано, все в компьютерах, на жестких дисках. А раньше, когда вы начинали, то есть ваша квартира, она была таким складом этих негативов? Она и сейчас такой склад, в общем-то. Все эти негативы у меня хранятся до сих пор. Картотека, наверное, большая. Да, папки с файлами, в которых, значит, и коробки со слайдами. Так вот, я хочу сказать, что сейчас самое время тоже взять фотоаппарат пленочный и начать фотографировать на пленку. Потому что, во-первых, сама техника очень дешевая сейчас, пленочная. Вот те камеры, которые я даже не мог вообразить, что можно купить где-то, сейчас можно купить за вполне приемлемые деньги. Вот. И еще, несмотря на то, что это сложный процесс, но сохраняется, вот он, видимо, лучше, чем кадры, которые записаны на жесткий диск. На жестком диске часто теряется все это дело. Игорь, а он как-то вот за годы, этот процесс не изменился? Ну, например, 30 лет назад надо было сфотографировать, проявить пленку, промыть, потом печатаешь, фиксируешь. Абсолютно ничего не изменилось, все так есть. И реактивы продают, да? И реактивы продают, все это можно спокойно. И фотоувеличители есть. И фотоувеличители есть, и все. Но сейчас можно и только снимать, и отдать, проявить, и напечатать. Тоже так можно, потому что все равно... Вообще, я считаю, что фотография становится фотографией, когда она напечатана. Ну, графия, да. Да, поэтому даже вот то, что вы снимаете, скажем, на телефон и на цифровую камеру, печатайте это тоже. Сейчас есть для этого все возможности. Напечатал, повесил на стенку. Друзья, пока вы выбираете в своей фотопленке, какие будете фотки печатать, мы сделаем маленькую паузу, а потом вернемся. Друзья, фотограф Игорь Верещагин по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Официальный фотограф «Роллинг Стоунс» на минуточку. И огромное количество, да, у вас звезд в вашем списке. Я знаю, что совсем скоро, если вы приоткроете «Зарису тайны», вы еще одного уникального человека отправитесь снимать в Америку. Ну, ни одного. Вообще, у меня сейчас есть такой проект, который называется «Лон Плей». Это фотографирование знаменитостей с пластинкой, от которой они в свое время потеряли голову. Я думаю, что у каждого есть такая пластинка. А почему виниловая? Потому что сейчас, особенно сейчас музыка в цифровом виде тоже, и как-то материально уже не можешь ее потрогать физически. А в те времена, когда, ну и сейчас это все возрождается, пластинка – это целое произведение искусства. И чем она мне еще дорога по сравнению с компакт-диском, все-таки площадь ее позволяет делать большие фотографии, да, не то что на компакт-диске. Рассказ о музыканте там. Рассказ о музыканте, да. Может быть, тексты, песен. Ну, тексты можно и в маленькой брошюрке, а вот изображение, конечно, 30 на 30 сантиметров – это уже… Так кто же, кто же, кто же? Кто? Ну…